Эрик Тенхак бьет еще один рекорд в МЮ, а полузащитник Ман-Сити попытается зимой купить Ювентус. Беллингем признан лучшим футболистом в октябре в Ла Лиге. Эсси ответил журналистам по поводу возвращения в Барсу, это невозможно. И Мадридский Реал подыскивает возможную альтернативу Килену Мбопе, если тот не переберется летом в Мадрид. Всем привет, с вами Юрий, канал Диваны Футбол. Это горячая подборка новостей, событий, а также трансферных слухов в мире футбола. Начинаем. Англия АПЛ. МЮ, надставник МЮ Эрик Тенхак побил рекорд МЮ 118-летней давности. Дело в том, что Эрик Тенхак вместе с МЮ, они победили на выезде, они победили Фулхем, мертвейший Фулхем. На последних минутах гол забил Бруно Фернандеш, принес три пункта своей команде. И это стало для Эрика Тенхака 50-й победой у руля МЮ. Я хочу напомнить, что ему для этого понадобилось 79 матчей. Подобное последний раз удавалось тренеру Эрнесту Менглалу, который тренировал МЮ с 1903 года по 1912. Понятно, глупо сравнивать уровень, вообще эпоха футбола, это совершенно другое, вообще совершенно другие планеты. Но статистика есть статистика. Статистика вещь упрямая и в этом аспекте Эрик Тенхак бьет этот рекорд. Что сказать по поводу Эрика Тенхака? Да, у него травмы, да, у него куча проблем. Чем команда пока держится на Эрике Тенхаге, именно на такой сплоченности, целостности. Был один такой мудак по имени Санчо, но он сейчас не допускается и в принципе Эрик Тенхак правильно делает. По поводу статистики Эрика Тенхага 79 матчей, 50 побед, но у него очень мало ничеек. Как-то у нидерландца или пан или пропал, но такой тренер попался МЮ. Посмотрим, что будет дальше. И следующая новость, она будет касаться Ман-Сити. Ман-Сити, Каллен Филлипс, полузащитник Ман-Сити, опорный полузащитник. Он умеет выступать на позиции центрального полузащитника, он умеет выступать на позиции центрального защитника. Короче говоря, лет там 2022 года он перебирался из лица за 50 миллионов евро, перебирался, ну, как восходящая звезда. Я хочу напомнить, что он вообще нифига от слова вообще не впадает в стартовый состав Ман-Сити. Гвардиола просто его, ну, как бы это же футболист, ты его хоть как-то выпускай. Он его вообще не видит, притул не видит. Но это Гвардиола, он такой, такой он есть. Вот он по-своему все видит и все. А за сборную Англии он регулярно выступает, все нормально, хорошо играет. И им заинтересовался Ювентус, руководство Ювентуса дали интервью журналистам. Они сказали, что это самая главная цель на зимнее ТТО. Его трансферная цена сейчас 28 миллионов евро, покупался за 50, стоит 28. Ну, понятно, он нифига не играет. Оттого такая цена. И поэтому Ювентус за эту сумму, за 28 миллионов евро, они готовы его выкупить прямо зимой. И даже прямо сейчас готовы выкупить, просто сейчас этого сделать невозможно. Идем дальше. Серия А. Симоне Энзаги, наставник Интера, был признан лучшим тренером серии А в октябре. Я хочу напомнить, что Интер в октябре сыграл в серии А три игры, одна ничья и две победы. По поводу Симоне Энзаги, ну, уже, уже говорили, говорили, говорили и не переговорили. В том году много слухов было, что руководство хочет его заменить на Антонио Конте. Но опять, в Италии вообще, у клуба в Италии сейчас такие конкретные финансовые проблемы. И понятно, что если придет Антонио Конте, он сразу скажет, так, давайте мне зарплату. В прошлый раз он мне давали 12 лямов, давайте мне 15 лямов зарплату, чтобы у меня была такая желание такое дикое. И давайте мне, давайте, наверное, обновим состав. Давайте по типу Лукак у кого-то такого там лямов за 90. Ну, короче, в Конте надо будет вбухать где-то четверть миллиарда, а это сейчас не про Италию. А Симоне Энзаги вообще альтернатива отличная. Слишком, ну, эмоций минимум по делу, по делу человек, ну, он пахарь, он работает, он, в принципе, держит хорошо планку. Я бы не сказал, что он выводит Интер на новый уровень. В плане защиты, да, он его выводит на новый уровень. Но, в принципе, он, ну, минимум, как повторюсь, минимум эмоций, максимум дела. Поэтому для такого непростого экономического, для такой непростой экономической ситуации, такой тренер, как Симоне Энзаги, для Интера сейчас на вес золота. Я хочу напомнить, что Интер сейчас идет на первом месте в серии А. Сзади него Ювентус там остает на два пункта, там потом все остальные ниже. Короче говоря, очень-очень достойная, самоглавная, стабильная игра от итальянского коуча. Чем дальше? Ла Лига Испания, Барселона. Журналисты начали расспрашивать Месси по поводу того, сможет ли он когда-нибудь вернуться в Барсу. Месси так опустил глаза вниз, сказал, что Барса это мой дом. В Барсе я провел лучшие свои годы в футбольном плане. Но по поводу возвращения в Барсы я скажу коротко. Это невозможно. Просто невозможно. Закрывайте эту тему и как бы это часть моей футбольной истории. То есть это уже футбольная история. И в Барсу просто я не смогу вернуться. Это просто невозможно. Хочу напомнить, что Месси в принципе счастлив сейчас в Майами. Он играет в свое удовольствие. У него понятно, что Лига по уровню гораздо ниже, чем Европейские лиги. Но опять, у него уже предпенсионный возраст. Он абсолютно все уже выиграл в своей футбольной карьере. И он в принципе, как и Крещану Роналду, играет в свое удовольствие. Идем дальше. Мадридский Реал. Мадридский Реал подыскал альтернативу Кириану Мбаппе. Они побаиваются, что Кириан Мбаппе как-то его перемкнет в конце этого сезона. И он там или продлит контракт с ПСЖ или что-то такое еще. Или кто-нибудь переманит его в АПЛ. Например, они нашли альтернативу Мбаппе в лице Ямала Мусиалы из Баварии. Я хочу напомнить, что его трансферная цена Мусиалы 110 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл 12 матчей, забил 4 гола, отдал 3 ассиста. Фаны Реала услышали эту новость. Они сказали, что Беллингем, короче, пытается перетягивать своих кентов в Мадридский Реал. По поводу Мусиалы. Да, это будущее немецкого футбола. Ну, конечно, 110 лямов. Да, он молодой, он перспективный. Но, опять, это Бундеслига. Мы его не видели в тяжелых таких матчах. Ну, видели мы его в тяжелых матчах. Но он еще себя не показал. За счет, короче, за счет того, что он молодой, перспективный, вот такая цена. Сейчас такой мир. Сейчас, если молодой футболист только-только начинает подавать какие-то надежды, все, ему сразу ценник, ба-бах, до небес ценник взлетает. Но, опять, этот же ценник нужно оправдывать. И в Мадридском Реале, ну, на самом деле, очень сложно заиграть. То, что заиграл так круто Беллингем, это дорогого стоит. Я смотрю матчи Мадридского Реала на протяжении уже, наверное, 30 лет почти. И, ну, очень много футболистов было талантливейших, крутейших. И они по, там, ну, по разным причинам. У кого там травмы, кто-то не смог вообще влиться в состав. Кому тренер не подошел. Разные были причины и очень было сложно заиграть. Беллингем заиграл. По поводу Муссиалы непонятно точно так же, как и по поводу Кириана Мбапе. Еще одна новость из Испании. Наставник мадридского атлетика Диего Симеоне продлит вскоре контракт со своим клубом до лета 2027 года. И он даже готов на понижение зарплаты. У него сейчас зарплата 34 миллиона евро. Да, он сейчас является самым высокооплачиваемым тренером в мире. Никуда он переходить не хочет. Ну, какой-то другой клуб возглавлять. Его все здесь нравится. Атлетика Мадрид. Атлетика он называет своим домом. Я еще прекрасно помню, как он выступал за Атлетика Мадрид вместе с Фернана Торресом. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что он, там, готов пойти на понижение, там, чуть ли не в два раза. То есть, в принципе, зарплата у него хорошая. Даже если он будет получать грязные мне 34, а 20, ну, ничего он не потеряет. Тренер отличный. И, в принципе, мне нравится, за последний год, мне нравится, он полностью переосмыслил вообще игру мадридского атлетика. Он переосмыслил свою деятельность. Ну, это напоминает уже футбол. Это уже похоже на футбол. До этого, там, не знаю сколько, года три они играли в какой-то американский футбол или регби. Идем дальше. Бундеслига. Здесь, конечно, Бавария. Бавария на выходных обыграла 0-4 на выезде Барусию. Там почти без шансов. Были некоторые моменты у Барусии, но все равно. Там почти игра в одну калитку. Гениальная, конечно, полузащита у Баварии. Отчего Бавария вывезла на этой полузащите. А Харикейн отметился хитриком. И Харикейн побил рекорд шестилетней давности. Дело в том, что он побил рекорд Клауса Матишака, который в сезоне 63-64 за первых 10 матчей, в своем первом сезоне хочу учесть. Первый сезон за первые 10 матчей он забил 13 голов. Харикейн забил 15 во всех турнирах. Многие сейчас напишут, что Гюраси из Штутгарта забил больше. Но, народ, это не первый сезон Гюраси в Бундеслиге. А у Харикейна это первый сезон. И поэтому Харикейн бьет этот рекорд. За Харикейна очень приятно. Он перебрался в другой чемпионат. Он получает удовольствие. Важно только, единственное, важно только то, чтобы он сейчас в больших матчах, особенно, скорее всего, в весенней части Лиги Чемпионов, до той же самой Бундеслиги, важно то, чтобы он там не терялся. Важно то, чтобы он показывал самого себя. Вот самое важное. И было бы круто, конечно, если бы он в этом сезоне выиграл с Баварией Лигу Чемпионов. Он, ну, кто-кто, но Харикейн точно этого заслуживает. Если тебе понравилось это видео, поставь этому видео лайк, чтобы помочь в продвижении моего канала. А теперь вопрос к вам. Вопрос будет по поводу возможного перехода Муссиалы в Мадридский Реал. Хочу прочитать ваши комменты, хочу прочитать ваше мнение вообще. Нужно ли оно Мадридскому Реалу такое молодое дарование, да еще и за 110 миллионов евро. Как всегда, жду ваши комментарии и аргументы. Субтитры сделал DimaTorzok